Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 27 лет. Недавно рассталась с парнем. Расставание было для меня очень болезненным. В этот период объявился старый знакомый, которому я давно нравлюсь. Спустя 7 лет он нашёл меня. Он в какой-то мере помог мне выбраться из этого состояния. Из какого состояния? Как парень он очень хороший и даже слишком. Все время крутится возле меня. Он приехал на 3 недели, живёт в Германии. Я решил попробовать с ним пообщаться, но мысли о бывшем не дают мне покоя. Это замечательно строить новые отношения. На данный момент мне хочется с кем-либо общаться и встречаться. И думаю этому парню об этом сказать. Но я в нерешительности боюсь потом пожалеть. Ведь бывшая наверняка строит жизнь, а я тут убиваюсь за него. Ещё на меня довернула мама боится, что я так и останусь одна. Я не знаю, что делать. Итак. Вы первым. В качестве первого фраза вы начинаете со своего возраста. Ну, 27 лет. Пишите. Пишите вы. Ну вот, соответственно, хотелось бы уточнить у вас. Какое значение? Для вас имеет, собственно говоря, возраст. Если имеет. Не просто, что не просто живем. Так, вы. В качестве первого своего как бы слова говорите, продут вам 27 лет. Ой, как непросто. А значит, скорее всего, ваш возраст имеет для вас значение. Вот. И давайте постараемся это значение раскрыть. Какое значение для вас имеет ваш возраст? То есть, вам 27 лет. Вот. Какую вы вкладываете, какую значимость вы в это вкладываете для себя? Много ли это по вашему мнению? Или мало ли это по вашему мнению? Исходя из того, что знаю я, человек говорит о возрасте, когда его психологическая жизнь направлена вовремя, на других людей. То есть, когда человек сам не особо-то развивается и реализуется сам по себе. Вы, конечно, можете сказать, что у меня семейные ценности. Хорошо, если у вас семейные ценности отлично, но в таком случае вам нужен человек с соответствующими семейными ценностями. И все-таки, да, несмотря на наличие семейных ценностей, полноценные, не ограничивающие это значит не только гендерные взаимоотношения с мужчиной. Когда вы говорите, что забегаете вперед, что вы не можете выстраивать отношения с молодым человеком своим текущим, текущим. Ну, извините, вы несколько поропите, как мне кажется, события, потому что отношения у вас, как таковых, еще нет. Да, может быть, вы нравитесь мужчинам, но все же я бы не сказал, что в этом названии есть отношения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно все же исследовать и все же смотреть. Вот, смотреть на что конкретно, что для вас означает возраст, ну, для начала. Дальше. Дальше. Недавно рассталась с парнем листьевой. Из-за чего? Расставание было очень болезненным для меня. Чем, вот. Любое расставание, оно, в принципе, по своей природе, да, болезненное. Болезнь, это нормально. И мне кажется, мне кажется, чтобы в первую очередь вот эту боль, которая у вас, вероятно, ну, вероятно, либо есть, да, либо... Как-то вот, ну, присутствует та у вас, либо она... Вас вот, вы говорите, что она вас отвлекает, то есть, ну, вы говорите, что думаете о бывшем. Это все необходимое праздничество. Я понимаю, что именно праздничество. То есть, что такое праздничество? Вербализовать. Вот. Об этом, вот. Об этом, вот. Сейчас. Вы этого уже не делаете ничего. Вот. Вы, как бы, наоборот, вот в этом состоянии, вы пытаетесь от него, от этого состояния убежать. Вот. Вот. Ну. Большинник. Ах. Никто от себя убежать не смог. Я думаю, что получится это сделать и у вас. Так что, болезненность расставания – это нормально. Нужно с этим работать. В этот период объявился старый знакомый, который я бы давно нравлюсь. И все это значит для вас. Спустя семь лет он нашел меня, а он в какой-то мере помог мне выбраться из этого состояния. То есть, когда вы оказались в определенной ситуации, вы чувствовали или чувствуете себя жертвой, как мне кажется и видится. Вот. И, соответственно, вопрос, который вам нужно себе, как мне кажется, задать, заключается именно в том, почему или как я в таком положении оказался. то есть, почему, например, меня это настолько вот, ну, подавило, да, настолько вот, что меня там выбило, ну, допустим, да, выбило что-то вот, например, из клеи, да, что я вот так отреагировал. отреагировал. Но я только вот не знаю, а вот, а, ну, помощь другого человека. случае тут как будто бы, ну, сама я как будто бы, справиться с этим не могу. Ну вот, вопрос, который вам, на мой взгляд, нужно себе задать. Ну, условно говоря, чувствуете ли вы себя беспомощны. Так вот, если вот на эту ситуацию смотреть несколько в общем, несколько глобально, вот, чувствуете ли вы себя беспомощны, без других, например, людей, чувствуете ли вы, что вам должны как-то опираться на других людей, пытаться оправдать их ожидания, например, как вот в случае с вашей мамой. Почему она, например, боится, что вы останетесь одна? Почему так важно идти кого-то и без кем-то? Ну вот, это очень важно на месте, как мне кажется, на которую вам необходимо обратить свое внимание. Ну и опять же Ну и Ну и Ну и Я надеюсь, что я имею ввиду. Хорошо. Дальше. 157 метров нашёл меня, так, факторами он хороший и даже слишком. В то время крутится вот для меня. Ну, здесь и далее, когда вы говорите, например, про то, что он приехал на какое-то время, да, он живёт в Германии. И когда вы говорите, что он вот всё время крутится там вокруг вас, вы здесь больше, конечно, говорите про то, что вы любите, ну, вам нравится точнее. Его отношение к клаву. То есть не столько и не сколько вам нравится он сам, не столько и не сколько вы готовы ему что-то давать, да, сейчас. Потому что вы не хотите ни с кем общаться. Не хотите ни с кем встречаться. Вот насколько вам нравится его отношение. Вы это понимаете? Вы здесь, ну, в общем, к вашей чести, скажу сказать, нужно честны с собой, нужно хорошо себя осознать. Вы выбрали словно молодец. Но важно понимать другую. что человек даёт вам почувствовать себя важным. Человек даёт вам возможность почувствовать себя ценным. И вы, ну, я бы сказал, на это откликаетесь. Вот. Что называется? Вы на это откликаетесь. Вопрос только заключается в том, как вы на это откликаетесь. Какими чувствами конкретно вы на это откликаетесь. Вот. То есть я имею в виду здесь. Каковы ваши, например, потребности, да, что вы откликаетесь на его отношение к вам. И, соответственно, вот, как бы, вопрос, который, который, вот, меня интересует, да, это вот, грубо-грубо, грубо говоря, что это за потребности, вот, что они из себя представляют. Вот. И как они появляют эти вот потребности ваши и так далее. Я бы вот в этот момент, конечно, бы, поисследовал бы. Само что это важно. Как мне кажется. Вот. Не просто так вы, условно говоря, ну, не купились, конечно. Не купились вы, не купились. Ну, не просто так вам вот понравилось то, как он к вам относится. Стоит за организм. пообщаться, пишите вы. Ну вот, решила с ним пообщаться. Тоже интересный, как мне кажется, вопрос. Да? Что значит, порешила попробовать с ним пообщаться? У вас есть что-то общее? Вас что-то объединяет? Или как? Как это работает вообще? Вы попробовали с ним пообщаться? Каким образом то есть тут как-то у вас будет работать? Это я бы очень хотел, чтобы вы постарались для себя выявить, чтобы вы постарались для себя это определить. Это весьма важный момент. Понимаете, я надеюсь, что я имею ввиду. Дальше. Но мысли о бывшем не дают мне покоя. Что это имеется? Что вы имеете ввиду? Ну вот серьезно, что вы имеете ввиду, говорит о том, что мысли о бывшем не дают вам покоя. Мне интересно, но на самом деле интересно, что вы имеете ввиду, когда говорить так. Потому что пока, к сожалению, это не понятно, но скорее непонятно. Пока, пока. В чем понятно. Вот. То есть там условно говоря, условно говоря, вы еще не забыли? или у вас остались к нему чувства? Может быть что-то еще есть? Ну давайте вот как-то вот постараемся это вот несколько конкретизировать. Вот. Постараемся несколько более конкретно так сформулировать. Сейчас у вас это не очень получается. Но это важно. Дальше. это не мешает строить новые отношения. Знаете, мне кажется, что новые отношения устраиваются тогда, как правило. когда человек приходит к тому, чтобы почувствовать, что он готов дать что-то другое, когда он чувствует, что готов поделиться чем-то с другим. Так, на данный момент не хочется с кем-либо общаться и встречаться. Так, а вы считаете, что в этом вам мешают новые отношения устраивать или как? И думаю, это мы правильно об этом сказать. Это было бы честно, но я не решительно боюсь потом пожелать. О чем? Простой здесь страх. Знаете, вы не производите впечатления, к сожалению, человека свободного. Свободного я имею в виду вам принятие своих решений. Вот. и вы боитесь вроде бы, ну, пожалеть. Но в то же время, спросите себе себя, ну, просто задайте себе этот вопрос. В какой стать вам вообще придется об этом жалеть? Почему? Ну, почему вы будете об этом жалеть? Вот. Вот на какой вопрос вам нужно себе, как мне кажется, ответить. Потому что, как правило, человек, который чего-то боится, он этого хочет. Вот. У этой аксиомы есть некоторые нюансы, но в вашем случае ситуация такова, что, в общем-то, вы боитесь того, чего не очень хотите. Так как соотношения для вас уже давно стали чем-то очень тяжелым. Они для вас очень тяжелые. Болезненные. Эээ, ведь бывший наваляка строит свою жизнь, если жизнь не убивается за него. Ну, понимаете, здесь вот, что важно, как будто бы вы обижаетесь на бывшего. По-прежнему, обижены на небо вы. И, как будто бы, я, естественно, не знаю, не могу знать наверняка, но как будто бы вы хотите выстраивать отношения со своим текущим молодым человеком. Только потому, что бывший уже строит свою жизнь, а вы убиваетесь из-за него. Это, я бы сказал, чувствуется, когда читаешь подобную фразу. Ну, мне бы очень не хотелось, чтобы так было. Чтобы вы выстраивали отношения с человеком только потому, что ваш бывший живёт, вот, ну, в своей жизни. То есть, эта история здесь, она про что? Эта история про то, что всё что угодно, лишь бы не быть одной. Ну, как бы, эта позиция несколько уязвима. Ещё-то меня давят дома, она боится, что я пока останусь одна. Как вы, кстати, она не боятся, что вы такая останусь одна. Вот, отдаете ли вы себе отсчёт в том, хотя бы, что подобный страх означает примерно следующее? Лёш, ты выживешь только, если будешь с кем-то. Только с кем-то, только с кем-то, ты можешь видеть только с кем-то, ты будешь счастлив. Вот, не знаю, как у мамы, конечно, но мне это позиция кажется несколько обесценивающей. Вот. То есть, сами по себе вы, вот, ничего не знаешь получать. И я понимаю, может быть, культура, может быть, особенность. Это правда. А я бы сказал, конечно, что здесь нужно уточнить, где вы живёте, в каком, ну, в каком географическом положении вы живёте. Потому что, как бы, это всё-таки, ну, игра с определённое значение, и, вот, то, где вы живёте, всё-таки важно. Ну, на мой взгляд, важно, да, потому что, если, например, вы живёте в России, да, то одно, если вы, вообще, говорится, в другом, ну, в другом графическом месте, то это, конечно, так же, играет определённую роль. Вот. Поэтому тут нужно, конечно, смотреть, смотреть и исследовать. Ну, в целом, в целом, с точки зрения, вот, именно психологически-психологически, да, вот, вас, ну, очень, я бы сказал, вот, обесценивают. Вот. И, на мой взгляд, это, прямо, очень, э-э-э, бросается в глаза, ну, бросается в глаза. Вот. Я, не знаю, вот, как вы, э-э-э, сами, да, к этому, к этому относитесь. У нас есть, ну, как вы сами думаете, вот, вот, вы сами хотите этого, вот. почему, ну, условно говоря, там, ваша мама вас так волнует. Вот так и так далее. Это все, довольно важные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все, надеюсь, что помог вам живить в своей жизни, а не в жизни ваших родителей. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой.